Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мы проводим запись бесед, которая называется «Жития святых во свете Библии». Потому что «Жития святых» тысячелетия читали в России и не сверялись со Словом Божиим. Мы это сейчас сделаем. Я взял это, уже у меня материалы были написаны в открытым оком книге, 7-8 том. Вопрос такой был задан. С какого образа могут наши сестры брать пример для себя сегодня из «Жития святых»? Ну, какой-то святой подражать можем мы или нет? Или они так далеки были от народа? И дальше ты считай. «Житие Харитины, 5 октября». Цитата. «Благородный и богатый человек по имени Клавдий. По характеру своему он был добр и милостив к нищим. Однажды Клавдий увидал маленькую девочку по имени Харитину, которая в детстве своем лишилась родителей. Клавдий сжалился над нею, взял ее к себе, воспитал и полюбил, как свою родную дочь. Веруя во Христа, она воспламенилась к нему горячей любовью и уневестившись ему, хранила девство, поселилась посему в отдельном уединенном жилище. Клавдий, ее воспитатель и господин, не только не воспротивился такому доброму ее намерению, но очень радовался целомудренной и святой ее жизни. Он построил для нее особый дом, где она и жила в уединении, день и ночь поучаясь в законе Господнем. Ее стали посещать верующие, и она наставляла их ко спасению, поучая их душеполезным поучением. В неверующих же она приводила к истинной вере, проповедуя им Христа. Таким образом, Харитина была для всех учительницей верою, верой и богоугодной жизни. Клавдий, прочитав послание градоначальника, сильно опечалился, оделся во вретище и оплакивал ее, хорошо понимая, что невозможно сопротивляться градоначальнику. Тем не менее, когда были присланы за нею воины, он, будучи не в силах расстаться с Харитиной, сопротивлялся им, насколько мог, плача и удерживая ее своими руками и не отдавая ее похитителям. Воины влекли ее к себе, а Клавдий препятствовал им, не выпуская ее из своих рук. Влекомая в разные стороны, святая Харитина сказала своему господину, «Пусти меня, господин мой, и не скорби, но радуйся, ибо я буду приятную Богу жертвую за свои и за твои грехи». Воины, сильно разгневавшись, силую вырвали Харитину из рук Клавдия, похищая ее, как волки овцу из стада, и повели к градоначальнику. Дальше новый вопрос. Отцы познаются в детях. Владимир Мономах давал наказ на столетия вперед. Иаков, умирая, пророчествовал о будущем 12 колен Израиля. А когда умирали святые, то какие они давали наказы, серьезные или пустяшные? Ответ. Все просили не нарушать установленный у них устав. Но иногда делали взаимосвязь с вещами обыденными и состоянием самой жизни. Может, это и нужно было тем людям, когда они были привязаны только к вещественным началам мира церковного? Как им говорить о том, чего сам их учитель не имел? Не мог же он завещевать, выйти им из монастыря и проповедовать миру? Не мог же он давать наказа, распространять Библию и нести эту благую весть в массы о Христовой пролитой крови, если сам сидел в затворе? Вот они и наказывали, то мантии своей дырявой, то о свечах и лампадах, то о том, чтобы им память обязательно творили. И тогда просьбы их он будет выполнять. Было ли это сказано на смертном адре, или же это описатель прибавил? Но вот такое завещание не раз встречается. И это говорит не о высоте их духовного уровня, а что благоухани и ангелов видят с их душой, так это видят и мусульмане, и буддисты японские, и самураи. И я завещеваю вам, как завещевал мне Отец мой Царство. Галатам 3.15 Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. 1 Тимофея 6.13 Пред Богом, все животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе. Видите, это вопросы, которые мне задавали люди, где я занимался с ними, в университетах, и в воинских частях, по радио. И вот это во свете Библии, ну вопрос-то задан. А теперь во свете Библии мы смотрим, какие завещания давали библейские герои, и какие давали тех, которых почитают в православии, по разным житиям. Житие Серафима Саровского, 2 января, цитата. Так преподобный завещал, чтобы в созданном им Христорождественском храме, где всегда должна быть читаема псалтырь, горели пред иконой Спасителя неугасимая свеча и перед иконой Божьей Матери неугасимая лампада. И присовокупил, что если это завещание его будет в точности исполняться, Дивеевская община не будет терпеть нужды и бедствий. И масло на эту потребность никогда не оскудеет. Вот завещание какое? Масло обыкновенное, чтобы было ни слова, никто не говорит, что завещали мужи веры. И вот дальше мы смотрим. Это у меня в книгах, мои стихи там и другие. Новый вопрос, 1820-й. Так как быть девушке, если родители понуждают ее выйти замуж, а она не любит его? Или же он не верующий? Что об этом говорят жития святых? А ответ? Тут свободы никто у нее отнять не может. Твердо ее нет, решает все. Но и она уже должна быть тверда, что если нет, то это должно быть по вере, а не по меркантильным интересам или по взгляду очей, нравится или не нравится. Не монахом решать, жениться или не жениться, а по твоей натуре. К чему ты годен, склонен, что понесешь, сможешь. Матфея 19, 12. Ибо есть скопцы, которые из чрева матери не выродились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Если ты скопец, то и не помышляй пустое. Сирахов 3, 21. Смотря глазами истинная, подобен евнуху, который обнимает девицу и вздыхает. Исайя 56, 4-5 стих. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место, и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. Житие Сусанны, 11 августа. Цитата. В Риме жил пресвитер Гавини, родной брат папы римского Гайя. Обладая хорошим знанием языческих философов и отлично изучив святое писание, Гавини, по совету и настоянию своего брата, написал много книг в опровержении языческих заблуждений. Затем они позвали к себе Сусанну и сказали ей со слезами на глазах, Царь Диоклетиан прислал к нам родственника нашего Клавдия, передавая через него свое желание видеть тебя, супругу и сына своего, Максимиана. Блаженная Сусанна так отвечала на это отцу и дяде, «Куда исчезла теперь ваша мудрость?» «Поистине я не замечаю ее в вас. Если бы я не была такой христианкой, какой стала благодаря вашим наставлениям, тогда со мной действительно можно было бы говорить о том, о чем вы сейчас ведете речь. Теперь зачем вы оскверняете ваши уши и уста, слушая нечестивые слова и передавая их мне с той целью, чтобы я вышла замуж за нечестивого мучителя? Ведь вы сами безбоязненно отреклись от всякого родства с ним за его нечестие, с которым не может мириться исповедуемая вами святая христианская вера. Но слава всесильному Богу, даровавшему мне дух сродный, святым его. Отвергая через веру в Господа нашего Иисуса Христа это скверное супружество с нечестивцем, я сподоблюсь мученического венца. «Смотри, дочь моя», — сказал на это Гавини, «будь твердо в вере, которую сейчас обладаешь, чтобы соблюсти себя непостыдно пред Господом, и мы возрадуемся, видя плод твоей веры, приносимой владыке Христу». Вот ответ, как в житиях святых. Даже если родители выдают за неверующего, хотели бы они видеть их, вот поучись, заучи это. Несколько житий. Вопрос 1821. Нужно ли подчиняться родителям, когда они желают, чтобы девушка вышла замуж, когда она не хочет? Ответ. «Власть родителей простирается и на эту свободу ее, если, конечно, родители верующие». 1 Коринфянам 7, 38. «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше». Житие Афанасия, 12 апреля. Цитата. «Однажды во время работы за ткацким станком она увидела спускавшуюся к ней сверху блестящую звезду, которая, дойдя до ее персии и осветив ее всю, исчезла. От этого времени Атарковица просветилась душою. Возненавидев суету мира, она решила идти в монастырь. Но родители сильно воспротивились благому намерению своей дочери и принудили ее, вопреки желанию, выйти замуж. В браке она прожила лишь 16 дней, после чего неожиданно овдовела. Внезапно на ту страну напали дикие мавры, так что муж Афанасии должен был идти на войну, где и был по неисповедимому промыслу Божию убит. Овдовев, Афанасия снова решила удалиться в монастырь, но прежде чем она успела привести в исполнение свое желание, пришел указ царя, требующий, чтобы девы и молодые вдовы вступали в брак с его воинами. Убеждаемая своими родителями, Афанасия вторично вышла замуж, и в новом замужестве она не оставляла заботы о своем спасении, не причаясь удовольствиями и не предаваясь излишней заботе о временных благах. Она почти все время проводила или в чтении священного писания, или в пении псалмов. Как поступать девушке? Пожалуйста, покорилась родителям, а сама ведет себя как настоящая христианка. Вопрос 1822. Говорят, что на Востоке рано выдают замуж, чуть ли не в 12 лет. Жития святых это подтверждают ли? Ответ. Известно из церковного предания, что деве Марии не было и 15 лет, когда у нее уже был на руках рожденный ею младенец ее Иисус. Песнь песней, 8-8. Огромнейший, считай. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашу, когда будут свататься за нее? Житие Виктора и Стефаниды. 11 ноября. Ты кто? Я христианка, ответила святая. Потом воевода спросил ее об имени и о летах, и узнав, что имя ее Стефанида, что ей 15 лет и 8 месяцев от роду, и что она замужем год и 4 месяца, начал скротостью говорить ей. Зачем ты так скоро хочешь покинуть сей прекрасный мир, хорошую жизнь и за мужество, и желаешь погубить свою молодую жизнь, добровольно отдавая себя на смерть за распятого? Еще одно житие. Житие Феофана, 12 марта. Цитата. Когда Феофану было 12 лет, один из сенаторов пожелал обручить с ним свою 10-летнюю дочь, так как юноша Феофан был красив, очень умен, богат и приходился родственникам царю. Когда царь согласился на это, совершилось обручение детей, прежде дозволенного для брака возраста, но самый брак был отложен до совершеннолетия обрученных. Какие были тогда обычаи? Как подчинялись? Это чтобы вопрос этот ответить, в житиях святых надо было это найти. Вот я нашел, и вопросы отвечены. Вопрос 1823. Принято заступать за слабый пол, за женщин. Святые в житиях как вели себя, когда в их присутствии издевались над женщинами? Вопрос-то какой? Ответ. Не всегда одинаково, но были вот такие случаи. Бытие 34-27. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину, сестру их. Второе царство, 13 глава, 22, с 28 по 29 стих. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего. Ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фомарь, сестру его. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав, Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, поразите Амнона, тогда убейте его. Не бойтесь, это я приказываю вам. Будьте смелы и мужественны. И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. То есть за обесчещенную сестру там и там воздавали смерть. Ветхий Завет. Житие Амфиана и Едессии. Второе апреля. Цитата. Увидя здесь однажды языческого князя Иероклея, восседавшим на судилище и чрезмерно ярившимся на христиан, он отдавал целомудренных дев и жен христианских на поругание язычникам. Святой Едессий исполнился мужество и дерзновение, устремившись к тому князю. Святой Едессий в присутствии всех ударил его по лицу, затем поверг на землю, продолжая бить, укоряя его в то же время во всеуслышание за его неправедный суд. Точно же святой Едессий был схвачен воинами, бывшими здесь, и предан на мучения, подобно своему брату святому Амфиану. Житие Феотекна. 10 октября. Цитата. Тогда Зигнат приказал двум воинам надругаться над Святой Девою. Феотекн, желая избавить Александру от бесчестия, пришел к ней раньше, всех воинов, и, сняв свою одежду, дал ей, говоря, «Беги, беги, чтобы нечестивые не осквернили чистоты твоей». Сам же оделся в ее одежду и сел в ожидании воинов. Воины, войдя в темницу, нашли вместо девицы Феотекна, сидящего в женской одежде. Взяли его и привели к Зигнату. Вот один из них, который пришел, насильник, это и говорит, «Я слышал у христиан, говорит, Христос в воду превратил в вино, но чтобы женщину-мужину, я такого не считал». Новый вопрос, 1824. «Когда я считал о житии святых, то узнал, что жить с неверующим мужем – грех. Тогда я стал удаляться от него. Он у меня старый коммунист, а он стал злиться, и отношения наши резко изменились. Я ушла спать к внучке в другую комнату, а муж стал пить сразу же после этого. Я знаю, что правильно поступил, но на душе все равно неспокойно. Я по-прежнему люблю своего мужа. Мне пришлось побеседовать еще с двумя моими старыми подругами, и они согласились точно так же прекратить плоские отношения со своими мужьями». Вот она ко мне приехала, этот вопрос задала. У меня было два вопроса. Первый ответим, второй я скажу. Ответ. Где в житиях есть об этом разговор, то не являются ли эти эпизоды подобные позднейшими вставками в биографии в жития апостолов? Если это были жития живших после третьего века, тогда вполне это и было так. Уводили жен от мужей. Это учение страшное, его называет апостол Павел Бесовским. Оно от сатаны. То есть с монахами встречались, монахи научали, она с мужем тогда не была, развод был. А монахи – это там тысячные разводы пошли. Первое Тимофея 4, 1-3. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учения Бесовским». Подчеркнуто, смотрите. «Через лицемерие лжесловников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали благодарением». С благодарением. Еще трудно так прочитать правильно. Там буквы «С» нету. «А?» «С» нету. «Нету, она...» Ну, ты наизусть должен это знать, даже если бы половина предложения нету. Вот эти слова апостол Павел писал-то. Уже в то время это было. А потом особое апостольское правило вселенских соборов было, кто будет считать, что если живет супружеской жизнью человек, и он не спасется под клятвую, то есть проклятие ему. То есть это было массовое такое мнение, и так и считали. Женатые, все силы прилагали, чтобы развести. И тогда церковь выдала прямо каноны, и все. «Эти вставки в жития сделали, быть может, лжесловесники, как называет их апостол Павел, и они опровергаются только Писанием Божьим. Всем им анафема отныне и вовеки». Галатам 1.8.9 «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Что не по Библии, это анафема им. И не надо этого бояться. А вот он сказал на войну, послал кто, если он был монахом, и стал опять воином, ушел туда, ему анафема, а не то, что благословил его на войну, и они пошли. «Мне известны монахи, и они точно так же любят жены девиц, только заочно. Если эту идею оставлять неверующих мужей составил бы апостол любой, то ему вопреки говорит апостол Павел». 1 Кориевна 7.13 «И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Так что в житиях очень часто встречается, что так, прозываемые святыми, проповедовали не просто неевангельское учение, но насаждали бесовское, антиевангельское учение и губили этим людей. Во свете Библии это и видно. Смотрите на все открытым оком. Житие Фомы, 6 октября. Цитата. «Фома, получив золото, стал раздавать его нуждающимся, нищим и убогим, сам же, подвязаясь в проповедание Евангелия, обратил многих к вере во Христа и крестил их. В то время тот юноша, который по совету Фомы обещал сохранить девство вместе с женой своей, услыхав, что апостол в Индии проповедует Христа, вместе с нею приехал к апостолу. Наставленные святым апостолом христовой вере, они приняли от него святое крещение. Девица получила при всем имя Пелагеи и впоследствии пролила кровь свою за Христа. Юноша же наименован был Дионисием и впоследствии удостоен сана епископа. Возвратившись с апостольским благословением в свое отечество, они распространяли славу имени Божия, обращая неверных ко Христу и созидая в городах церкви. Сам продолжал усердно проповедовать Слово Божие. Фома просвещал проповедью Евангелия индийские страны. После сего Фома снова появился в индийских странах и проповедовал там Христа, обращая многих к вере, знамениями и чудесами. Прибыв в Мелиапор, он просветил там многих проповедью Евангелия и утвердил их в святой вере. Проповедуя здесь Христа, святой обратил к вере одну женщину. Они стали слушать учения Фомы, который много говорил о Христе, Господи, и учил вере в Него, причем говорил также о смерти, о суде, и гиене, и о Царстве Небесном. Слушая все сие, Микдония умилилась сердцем и уверовала во Христа. Возвратившись домой, она все время размышляла об апостольских словах и беседуя с племянницей своей, Синдикией, о Христе утверждалась в любви к Нему. С того времени она стала гнушаться неверующими, как врагами Божьими, и избегать всякого общения с ними в беседах и на перах, а вместе с тем отдаляться вообще от мерзких удовольствий. Она решила также прекратить супружеское сожительство с мужем своим. Это глубоко опечалило его. И когда он не мог заставить Микдонию изменить свое решение, то стал просить царя Муздия, чтобы тот послал жену свою царицу Тертиану уговорить Микдонию не гнушаться супружеским сожитием. Царица Тертиана и Микдония, жена Корризия, были родные сестры. Царица пошла к Микдонии и спросила ее, по какой причине она не повинуется мужу. Микдония отвечала, потому что он язычник и враг Божий, а я раба единого истинного Бога, Иисуса Христа, и не хочу быть оскверненной человеком неверующим и нечистым. Тертиана и Микдония, запечатлевшие в сердце своим все, что им было сказано, согласились обе служить Господу в чистоте и не сообщаться с мужьями своими, как с неверными. Царица Тертиана, возвратившись от Микдонии, пребывала в молитве и посте и продолжала отказываться от плотского сожительства с мужем своим. Царь, удивившись, такое перемене в жене своей, сказал другу своему, Коризию, «Желая возвратить тебе твою жену, я потерял и свою собственную, и моя стала еще хуже относиться ко мне, чем твоя к тебе». После сего царь и Коризий произвели самое строгое расследование о причине такой перемены, которую они заметили в своих женах, и узнали, что некий иностранец, пришелец по имени Фома, научив их вере Христовой, убедил прекратить супружеское сожитие со своими мужьями. Узнали они также, что царский сын Азан и многие служители царского дома, а также начальствующие лица и бесчисленное множество простого народа, вследствие проповеди Фомы уверовали во Христа. Царь сказал, «Прекрати, обманщик, свои коварные речи и послушайся моего повеления, как отвратил ты свою хитростью жен наших от нас, чтобы они не сообщали с нами, так снова обрати их к нам. Ибо если ты не сделаешь так, чтобы жены наши снова жили с нами в прежней любви и общении, то мы предадим тебя лютой смерти». Апостол отвечал, «Не подобает рабыням Христовым иметь супружеское общение с беззаконными мужьями и верующим быть оскверненными, значестивыми и неверующими». Слово Божие распространялось и вера святая укреплялась». То есть здесь явно видно, что это вставка в житие святого апостола Фомы спустя 4 века примерно. Апостол не мог учить, так как апостол Павел говорит, это бесовское учение. А он прямо не может, оно жить, тогда как это? У кого жена говорит, неверующая не оставляй, муж неверующая не оставляй. Тут даже открытым текстом показывает, это монахи, которые писали, это все уже добавляли, портили, корежили, но они думали для славы Божией. В его биографии этого не могло быть никак, потому что дух один был в них. Вот это легко определить. Вопрос 1825. «В житиях не раз говорится, что муж с женой жили фиктивно, как брат с сестрой. Как на это реагировали их родные, когда как-то узнавали?» Ответ. «Для многих родных это было страшным потрясением, ибо они ждали наследников, а здесь вышел пустоцвет, по их мнению». 1 Коринфянам 7.5. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Житие Феофана, 12 марта. Цитата. «Увы мне несчастному, вопил отец, увы окаянной старости моей. Из-за непотребного зятя моего он бессмысленно тратит богатство и понапрасну губит мою юную дочь, не живя с нее по-супружески. И нет мне никакой надежды утешиться внуками своими. И зачем он взял ее? Зачем прежде брака не нарушил обета, обручения, и не отказался от нее, дабы не привести ее, столь юную, в такое несчастье, а мою старость не подвергнуть еще большей печали? У меня двойная печаль. Я сожалею о дочери моей, что она, будучи замужем, не имеет мужа и не может быть матерью». Видите, на них не смотрели. Там печаль, не печаль. Убедили, и все. И при том, на основании мыслей монашеских. Это все монашеское было. Так. Ну, мы на этом, наверное, закончим запись. Это уже для следующего. Вот здесь нужно просто видеть, знать священное писание Библии и во свете Библии смотреть, а не просто верить. Кто это написал, где? В литературе очень часто встречаются вставки, позднейшие вставки, так и написано. Почему? Ну, это не сходится. Мы читаем даже труды Иоанна Златоуста, и там говорится, кто бы это ни сказал, хотя это второе отделение, с Пурио написано, неопределенное так, это неверно. Неверно, потому что, когда говорит о том, что об этом человеке, говорит Павел, а этот человек после Павла родился через 200 лет, он не мог с ним разговаривать. Это времена не сходятся где-то. А тот, кто писал малограмотно, но ему хотелось приукрасить, написать. Это не евреи, которые до буковки считали в каждой строчке. И сколько строчек, ничего нельзя было написать. А евреев еще пытаются обвинять, потому что они где-то портили масорецкий текст. Еврейскому тексту не верил Феофан Затворник. Ему надо было переводить сексосептуагинт и Библию-то. Но это просто так слову пришлось. Слава Христу!